Интерес волнообразный. Так характеризуют желание линчан получить бесплатную землю в рамках закона о дальневосточном гектаре. Чуть меньше 100 заявлений за весь период действия закона, а он вступил в силу в апреле 2016 года. Почему Ленский район не привлекает внимание сельхозпроизводителей и каковы данные по всему Дальнему Востоку, об этом в сюжете наших коллег из Алмазного края. Всего лишь 10 жителей Российской Федерации захотели получить бесплатную землю в Ленском районе. Цифра эта ожидаема. Учитывая цели, ради которых земля берется в пользование, а это сельскохозяйственное направление, местные условия кажутся совсем не привлекательными. Факторов много, способствующих этому. Во-первых, это наш суровый климат, это зимы, это холода, то есть достаточно сложно заниматься сельским хозяйством, труднодоступность. Нашего района, потому что, как известно, у нас круглогодичного сообщения с Россией нет. То есть нет ни железной дороги, нет ни нормально работающего аэропорта до сих пор, и автомобильная дорога тоже отсутствует. То есть сложно здесь заниматься чем-то таким глобальным. Особого интереса не наблюдается и у ленчан. За весь период реализации закона о дальневосточном гектаре в районную администрацию подано 92 заявления. 57 из них в 2017 году, когда начался третий этап реализации закона. Их было три. 1 июня 2016 года заявки на получение земли могли подать только жители одного из девяти субъектов Дальнего Востока, и только в одном районе выбрано властями их регионов качество пилотного. Например, в Приморье это был Ханкайский район, в Амурской области – Архаринский, в Якутии – Нерюмгринский и так далее. На втором этапе, который стартовал 1 октября 2016 года, исключительное право подавать заявки на гектар осталось только у дальневосточников. Но брать землю они могли уже в пределах всего субъекта, в котором зарегистрированы. То есть для приморцев, например, стал доступен весь Приморский край. С 1 февраля 2017 года право на получение одного гектара земли в любом районе любого субъекта Дальнего Востока получили все российские граждане. В итоге по России дошли до цифры 100 тысяч заявок. Полпредпрезидента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев признался, что у него двойственное ощущение от закона. С одной стороны, мне кажется, что мы затеяли очень большую, интересную, правильную работу. С другой стороны, мы дошли до цифры 100 тысяч заявок, и оно как-то успокоилось. Мне кажется, что 100 тысяч – это все-таки недостаточно. Но плюсы закона очевидны. Те, кто пользовался землей без правоустанавливающих документов, поспешили оформить свои участки, так как побоялись, что на них будут претендовать другие. Да эти немногие заявки на получение земли все же говорят, что закон интересен. Может, в Якутии его просто не успели, что называется, распробовать. В отдельных районах Дальнего Востока закон понравился сразу. Им поспешили воспользоваться. По другим регионам докладывают, что там огромное количество новых населенных пунктов будет создаваться. Там локации с дорогами, с подводом, линии электропередач, инфраструктуры. У нас на территории района такого не наблюдается. Но, возможно, будет. Районы администрации отмечают, что ленские территории с каждым годом становятся привлекательнее. Строятся новые образовательные учреждения, продолжает развиваться промышленность, и даже сельхозпроизводители учатся увеличивать урожаи в наших северных условиях. Землю на Дальнем Востоке будут раздавать до 2035 года. Олеся Васёва, Сергей Часный, телеканал «Алмазный край».